Девушки отдыхают 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 Что если я скажу вам, что в этой игре уже 800 тысяч колод И каждая из них уникальна и не похожа на другие Мы сняли экспромтом рассказ об этой игре Ведь никогда не знаешь, что тебя ждет внутри Смотрите на Бортгеймс видео А теперь я передаю слово моему коллеге в студии Семен Спасибо, коллега Скандинавский полуостров принесет с собой лихие холодные ветра. Ах да, мы же больше не говорим о погоде. Дикинги. Новая настольная игра про управление целой деревней викингов. Отстраивайте эту деревню, развивайте ее, нанимайте отряды для набегов. В набеги надо, конечно же, ходить на медведях. Но как иначе? Драконы. Что может быть лучше, чем анонсировать драконов? Подземелья. Драконы беспощадной пустыни. Это героическое фэнтези в компактной упаковке. Таинственные руины. Квесты, где можно даже не грабить каруваны. И, конечно же, кольчуги и шкуры сзади дракона. Все на месте. Для тех же, кто хочет не рубить драконов, а холить или леять крылатых ящеров, есть детская настольная игра дракончики. Помогите папе дракону растопить ледяную колонну, внутри которой яркие самоцветы, и добыть их для маленьких дракончиков. Ужас бывает не только в рептиловидной форме. Особняки Безумия, второе издание. Кооперативная настольная игра про приключения во вселенной ужасов Лавкрафта. Игроки берут на себя роли сыщиков и отправляются в темные комнаты проклятых особняков Архема, на мрачные причалы Инсмута и в другие зловещие места, чтобы раскрыть их необычные тайны, справиться с запутанными головоломками и сразиться с пришельцами из иных миров. Лавкрафтианство на этом не заканчивается. Разрушенные города — это дополнение для настольной игры Древний Ужас. В нем вас ждет очередное древнее зло по имени Шуддемьел и его предвестники. Карты бедствий, контакты в разрушенных городах и новые пагубные карты мифа. Чужие рубежи — настольная стратегия в стиле ретро-футуризма. На поколение далекой планеты Максвелла отправятся сразу несколько экипажей космических кораблей из колонистов. Предстоит жесткая конкурентная борьба за топливо, руду, территории, инопланетные технологии и место в орбитальных доках. Флотилий из кораблей-кубиков будут выполнять различные задачи под контролем игрока, добывая ресурсы, строя колонии или отправляясь в налеты на чужие аванпосты. Если же ретро-футуризм звучит слишком замороченно, то вам, наверное, стоит попроводить ВАВАРК! Для настольной стратегической игры с миниатюрами Warhammer 40 тысяч скоро выходит новая русскоязычная книга кодекса. На этот раз — это орки. Самые варварски и агрессивные создания. К тому же, одни из самых многочисленных в галактике. Раса зеленокожих орков состоит из зверски жестоких воинов, живущих только ради войны и признающих лишь грубую силу. Подробнее о книгах кодексов смотрите в отдельном книжном выпуске на нашем канале. Если же вы предпочитаете фантастические тематики вестерную, то стоит обратить внимание на Бенг «Долину теней». Это дополнение для Бенга умудрилось уместить в своей коробочке гремучих змей, томогавки, торнадо и призраков. Ах да, еще восемь новых персонажей. Не дергайся, щенок! Если же ваша душа требует сосредоточиться на игровом процессе, не отвлекаясь на драконов или космодесантников, присмотритесь в Конекс. Это необычная настольная игра, сложность которой растет, если вы играете на меньшем игровом пространстве. Размещайте карты специальными призовыми областями поверх карт соперника. Самый ловкий и находчивый сможет верно распорядиться своими ресурсами и станет настоящим Конекс-чемпионом! А теперь к новостям краудфандинга и площадке Крауд Репаблик. Недавно вышедший инопланетный архив — это дополнение для ролевой игры Starfinder, в которую можно встретить самых удивительных инопланетян, от жутких до дружелюбных. Говоря о ролевых системах, не забывайте, прямо сейчас заканчивается кампания по Dragons and Dungeons, пятой редакции, русскоязычная книга правил или стартовый набор. Ваш выбор, с чего начать свои приключения в мире ролевых игр. Ссылочка внизу, в описании. Успейте! Укрыться от непогоды и зарядиться солнечным настроением всегда можно в фирменных магазинах Hobby Games. Давайте посмотрим поближе. Новые магазины открылись в Липецке и Ростове-на-Дону. На очереди — открытие магазинов в следующих городах. Рязань, Гатчина, Самара, Красноярск и Омск. В фирменных магазинах или на сайте Hobby Games вы всегда можете найти клёвые настольные игры. Из этого выпуска и многие другие. Ссылочка, как всегда, внизу, в описании. Теперь к новостям событий. Наши игротеки и игры вы можете найти на следующих мероприятиях. Комик-кон. Этот праздник для поклонников поп-культуры состоится с 17 по 19 мая в Санкт-Петербурге в выставочном комплексе Лен-Экспо, павильон номер 7. Национальный чемпионат по Берсерк-героям. Крупнейшее соревнование игроков этой отечественной ККИ пройдет 18-19 мая в Москве. Побороться за призовой фонд в 200 тысяч рублей можно в клубе настольных игр «Дединарок» на метро Новослободское. Подробности можно узнать на сайте игры. Персерк.ру Общаться в мессенджерах с любителем настольных игр станет проще. Добавляйте себе набор стикеров Миплуж по ссылочке в описании, внизу. Выражайте любые эмоции одним кликом. На этом все. Спасибо, что были с нами. И подписывайтесь на канал Бордгеймс Видео, чтобы всегда быть в курсе новостей и других интересных событий из мира настольных игр. С вами был Семен Пахтеев. Пока! В нашей новой игре. Окошко здесь, окошко здесь, плашка тут. Ссылка внизу в описании. Все здесь, все там, все здесь. Задом не поворачиваться, видно провод. Здесь ветра, здесь циклоны. Мне нужен перерыв. Редактор субтитров А.Семкин